Август месяц всегда для России был жарким. Это и утонувшая подводная лодка Курск, и дефолт 98 года, и две чеченских войны начались именно в августе месяце. Но и катастрофы, теракты и происшествия на Россию сыпятся, как и срогая изобилия. Сегодня вот еще и аэробус А321. Сразу после взлета приземлился весьма благополучно, но в кукурузное поле Подмосковья. Хорошо, что самолет оказался европейской сборки, и все-таки мастерство пилотов смогли его хоть как-нибудь приземлить. Травмы различного характера получило чуть более 20 человек. Но эта тема новости для России не заканчивается. Сегодня Министерство иностранных дел Словении определилось с послом в Россию. Им стала Раша Срака. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Именно Раша Срака будет новым послом в российском государстве. Именно это заявляет сайт Министерства иностранных дел Балканского государства. Именно чемпионка Срака, чемпионка Европы под дзюдо 2003 года, направляется в Российскую Федерацию и будет там представлять Словению. У Раши очень удачное имя. По-английским это звучит как Россия. Кроме того, у нее много общего с российскими политиками, что должно помочь наладить им тесный контакт. Нам известно, что в России с большим уважением относятся к бывшим спортсменам, награждая их депутатскими мандатами. А Раша Срака не просто спортсменка, а дзюдоистка. Напомню, что Владимир Путин также любит дзюдо. И Раша Срака достигла успехов в любимом виде спорта российского президента. Надеюсь, дружественные отношения между двумя славянскими государствами только укрепятся в ближайшем будущем. Прокомментировал назначение нового посла Раши Сраки министр иностранных дел Душан Сралькович. Вот такой вот подарок российскому МИДу от Словении. Напомню, теперь послом в Российской Федерации от Словении будет дзюдоистка Раша Срака. Это не шутка и вам не услышалось. Напомню, что Срака с украинского языка переводится как жопа. Подпишитесь на канал, ставьте лайк, поделитесь данной информацией с друзьями и обязательно проверьте, нажат ли у вас колокольчик.